В текущем году земельный кодекс Республики Казахстан дополнен статьей, регламентирующей новый электронный порядок предоставления прав на земельные участки в черте города. Целью принятия закона является совершенствование земельного законодательства, упрощение процедур порядка предоставления земельных участков, минимизации взаимодействия получателей услуг с чиновником путем цифровизации услуг в сфере земельных отношений, а также улучшение качества оказываемых услуг населению. Согласно нововведениям в земельном кодексе Республики Казахстан, исключена земельная комиссия, сокращены сроки рассмотрения и согласования документов. Таким образом, в 88 городах страны земельные участки в черте населенных пунктов будут предоставляться по новому порядку. Новый порядок предполагает подачу заявки физическими и юридическими лицами, заинтересованных в получении права на земельный участок посредством веб-портала электронного правительства с самостоятельным формированием на публичной кадастровой карте схемы отвода и спрашиваемых земельных участков. В целях автоматизации оказания услуг были проведены работы по запуску информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости», включающий в себя сведения из двух баз данных. В привычном представлении госакта не будет. Будет новый документ, кадастр и паспорт недвижимости, который объединит в себе сведения о земле и о недвижимости, то есть техпаспорт плюс госакт. Необходимо ответить, что новый порядок представления земельных участков будет действовать только в городах, в черте городов республиканского значения. В городе Восточно-Корстанской области это шесть городов. Это город Ускимногорск, Шиманайха, Зайсан, Риддер, Северянск и Алтай. В законе установлено два способа предоставления земельного участка в электронном виде. Первый заключается в прямом предоставлении земельных участков для физических и юридических лиц акиматами. Второй – это предоставление земель физическим и негосударственным юридическим лицам через аукционы и конкурсы для коммерческих целей и ведения бизнеса. Аукционы и конкурсы будут проводиться исключительно в электронном виде на сайте госреестр.кз.